Мы с вами сегодня поговорим о замечательной части речи великой помощницы, великой трудяги русского языка, это местоимение. И рассматривать мы с вами сегодня будем сразу в нескольких плоскостях. С одной стороны мы будем говорить про теоретическую часть и сразу попутно вместе с изучением разряда будем говорить об орфографии. Так вот уместно и логически хорошо и я надеюсь, что будет приносить практическую пользу. Итак, в путь. То есть, смотрите, особенность местоимения в том, что она только указывает на предметы, на количество, на их качество, на их порядок по счету, но при этом не уточняет. Поэтому, собственно говоря, ее название восходит к словосочетанию вместо имени, то есть вместо имен, именных частей речи. Примеры я вам привела. Это, конечно же, не все местоимения, но как варианты. Значит, смотрите, отличить их по вопросу нет возможности, потому что у них нет одного какого-то единого вопроса. Причем каждый разряд имеет свой набор морфологических признаков. Это, конечно, и удобно, и не совсем удобно. И точно так же, как и в роли в предложении, у них тоже единый нет. Но, скажем так, все эти слова, которые оказались в местоимении, они собраны именно по этому значению. Поэтому в предложении, наверное, стоит опираться на вот эту идею. Если вам указывают, но не называют, то, скорее всего, речь идет о местоимении. Давайте смотреть поподробнее, что я имею в виду. Смотрите, что они могут заменять? Могут заменять существительные, могут заменять прилагательные, могут заменять числительные. Это как раз-таки именные части речи. Если они заменяют существительные, то это, конечно же, я, мы, ты, вы, они, кто, что, никто, никто и так далее. Некто, нечто, кто-то, кто-нибудь и так далее. Если заменяют прилагательные, то чаще всего отвечают на вопрос какой или чей. Мой, твой, наш, их, этот, какой, не, который, не, какой, чей, каков и так далее. Другой, и местоимения числительные, это сколько, несколько, столько, вот, как пример. Теперь давайте будем говорить об их разрядах. Все знакомые с начальной школы с разрядом личных местоимений. Дальше, второй разряд, это возвратное. Сюда входит одно местоимение, только себя, потому что оно как раз-таки обозначает возвращение действия на сам объект. Притяжательные, то же самое, это помощники прилагательного, притяжательного, поэтому у них очень много схожих признаков. Указательные, посмотрите, я вам сюда вписала и устаревшие формы, чтобы, если что, вдруг встретили, не испугались. Вопросительные, с ними все понятно. Относительные будем однозначно разбираться. С отрицательными, неопределенными и определительными тоже будем разбираться. Девять разрядов, поэтому, если что, имейте в виду местоимения, цифра девять у вас должны быть связаны. Итак, по порядку. Конечно, они указывают на предмет или на лицо. Мне очень понравилась в учебнике информация, которая проясняет логическое положение местоимений. Первое лицо указывает на лицо говорящего и заодно указывает на количество. Я единственное. Мы это я и еще кто-то. То есть я этих людей знаю, потому что вхожу точно я, поскольку еще кто-то, то эти люди мне чаще всего знакомы. Ты, вы – это местоимение, к которому обращена речь. То есть это, скажем так, тот объект, на которого направлено действие. Причем ты конкретно, я тебя вообще очень близко знаю, потому что мы в русском языке ограниченному количеству людей говорим «ты». Эти люди нам точно знакомы. К незнакомым чаще всего мы обращаемся на «вы», если это даже в единственном числе. А «вы», если не в единственном числе, а во множественном числе, рассматривать это местоимение, то это значит «кто-то ты, которого я хорошо знаю, и еще кто-то». То есть через вот это «ты» я хорошо знаю тех людей, которые находятся рядом с тобой. Он, она, оно или они – это указывается на предмет, о котором идет речь. И причем здесь значение такое, что вот не факт, что я этих людей знаю или эти явления знаю. Они мне близко знакомы, прям вот вообще родные и близкие. Так, про это я вам сказала, да. Я, ты, мы, вы – они не имеют род. Род у нас с вами имеет только местоимение третьего лица в единственном числе. Вот у нас такая группа, такое явление. Вот. Личные местоимения, они, когда склоняются по падежам, то для них характерен суплитивизм. Что значит суплитивизм? То есть форма слова образуется не от однокоренного слова, а мы с вами используем другие слова. Например, смотрите, местоимение «я» – это именительный падеж, но как только мы начинаем иметь в виду «меня», но ставить в другие падежи, то появляется слово совсем другим корнем, совсем другим обликом фонетическим. Вот это называется суплитивизм. Смотрите, то же самое со словом «мы» – суплитивизм, со словом «ты» чуть-чуть попроще, и со словом «он» тоже, посмотрите, пожалуйста, суплитивизм. Это свойственно личным местоимениям. Это надо иметь в виду, не пугаться. То есть если вы увидели, например, слово «тебя» в предложении, сразу пробуйте ставить его в начальную форму, выйдите на слово «ты» и определите разряд этого местоимения. Провозвратное местоимение. Оно не имеет рода, оно не может употребляться во множественном числе, оно не имеет именительного падежа, то есть такая ущербная падежная форма у него, и вот так оно изменяется по остальным падежам. По падежам у меня почему-то слово «собой» получилось с большой буквы, но я не увидела. Так, с притяжательными местоимениями. Они однозначно похожи на притяжательные и прилагательные, но если притяжательные и прилагательные нам конкретно называют, чья это принадлежность, например, «мамина книга», «бабушкин платок», «папин портфель», вот это «мамин», «папин», «бабушкин», «зайчий хвостик», «лисия шерстка», они указывают, чей. То вот как раз местоимение отвечает на вопрос «чей», но не указывают. «Моя книга», «а кто такой я?» «Я вот я вроде бы как знаю, это я, но кто ее такой?» «Женщина или мужчина?» «Взрослый или ребенок?» и так далее. То есть указали, но не назвали. Дальше. Они называются «мой», «твой», «его», «её», «наш», «ваш», «их». Сюда же может относиться прилагательное местоимение «свой». Его условно называют возвратно-притяжательным. «Я взял свою книгу». То есть смысл в чем заключается? Что «я взял книгу» – это понятно? Эта книга принадлежит мне, она моя. Поэтому она называется возвратно-притяжательным. То есть и на принадлежность указывает, и обращает действие опять-таки на подлежащие. Дальше подсказки все дала. Смотрите. «Мой», «твой», «наш», «ваш», «парадам» и «число» изменяется как прилагательное. Все хорошо у них. Местоимение притяжательное «его», «е», «их» имеет род и число, но не изменяется падежам. Потому что, в общем-то, они произошли уже от родительного падежа. То есть родительный падеж личных местоимений, скажем-таки, замер, перешел в категорию притяжательных. Поэтому они не изменяются по падежам, хотя могут обозначать принадлежность предметов разных по роду. «Его» – это, получается, принадлежность к мужскому лицу, ее к женскому лицу. Средний род у нас не имеет принадлежности. И множественное число тоже может иметь принадлежность. Смотрите, Петр взял его книгу, но здесь не гарантия, что это книга Петра. Это может быть другой человек, о котором говорится в тексте. Просто нам сейчас в предложении не встретился. Точно так же Петр подошел к его сестре. Петр разговаривает с его сестрой. Чаще всего это определение. Так, с притяжательными. Давайте попробуем. Смотрите. Очень часто притяжательные местоимения похожи на личные местоимения. Но личные местоимения у нас всегда отвечают на вопросы падежей, а притяжательные только на вопросы чей или чья. Попробуйте найти сейчас, какие местоимения стоят в данных предложениях. Напишите, пожалуйста, себе там на листочке цифры в столбик от 1 до 8. И рядом просто запишите личное или притяжательное. Личное или притяжательное. Я вроде постаралась так, чтобы в выделенных слов было в каждом предложении по одному. И мы буквально сейчас, через минуту, попробуем проверить, что у вас получилось. Нашли вы все притяжательные местоимения или не нашли? Попали вы в ловушку или не попали? Кто готов? Поставьте, пожалуйста, хотя бы плюсик, чтобы я понимала, что можно открывать ответы. Спасибо, Валерия. Анастасия молодец. Валерия, я тут в прошлую субботу серьезно сосредоточилась. Аж опечатка в имени или фамилии. Но спасибо. Спасибо. Ну, а остальные, наверное, присоединятся к нам. Давайте посмотрим, что же было в ответах. Наши чемоданы находятся в гостиничном номере. Чемоданы чьи? Поэтому слово «наший» будет притяжательным. Ее окно выходит на центральную улицу. Окно «чье» – ее. Это тоже будет притяжательное. Ага, Даниила. Сейчас посмотрим. Смотрите, проверяйте. Мы встретились с его сестрой в Киеве. Сестра была «чья» – его. Это будет притяжательным. Николай просил их о помощи. Получается, смотрите, просил кого? Их. Поэтому в данном случае это личное. Мы заехали во двор, и наши вышли из дома. Вот «наши» подразумевается, что родственники. Но в данном случае слово «родственники» уже понятно по смыслу, по идее предложения. И оно вроде бы как уже и не нужно. Поэтому «наши» получается местоимение на себя взяло роль подлежащего и существительного. И следовательно, уже перешло из притяжательного в личное. Хотя лично напрямую не является. Про нее сегодня говорили все. Про кого говорили? Поэтому это будет личное. Я обратился к специалистам. Мне необходима их помощь. Помощь чья? Их. Поэтому однозначно притяжательная. Василий увидел его. Увидел кого? Лично. Даниэла, я надеюсь, я вам объяснила, что второе предложение тоже будет притяжательным. Теперь у кого есть вопросы? Кому что непонятно, кому нужно повторить? Или тогда напишите, напишите, кто молодец, кто справился со всем. Даниэла, я надеюсь, что остальные тоже не сильно где ошиблись. Ответы у вас останутся. Посмотрите, проверите. Да, спасибо. Двигаемся дальше. Четвертый разряд, четвертая группа – это указательные местоимения. Я поискала, нашла все и актуальные, активные сейчас, и исторически уходящие от нас, то есть устаревающие слова. Поэтому не пугайтесь. Значит, их смысл в чем? Что они акцентируют в наше внимание на каком-то предмете. Причем, смотрите, точно так же, как в английском языке, очень важно, где находится этот предмет. То есть если он находится рядом с, скажем так, с человеком, который ведет речь, то тогда чаще всего мы говорим этот. Если этот предмет находится далеко, на значительном расстоянии, то тот. Причем вот это вот значительное расстояние – это понятие не математическое, а так скажем так, смысловое, логическое. То есть точно не рядом со мной. А где уж там, это уже каждый решает сам. Так. Я тот, кого никто не любит. То есть вот акцентируют внимание на то, что вот я единственный. А по какому признаку? Вот среди тех, кого не любят. Так. Поздашев все курил и пил заваренный еще на той станции чай. На той станции, которая от этой станции находится очень далеко. Вот. И он указывает, что чай у него-то внешний. Уже, наверное, даже и остывший. Давно уехали с той станции, а он все еще пьет этот чай. Так. Мать наперекор всем несчастьям собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. До того. То есть до этого момента, о котором идет повествование. Вот. До того. Но дело в том, что это предложение известного рассказа. Это получается, что герой рассказывает о себе в прошедшем времени. Поэтому не до этого момента, а до того момента. То есть потому, что он вспоминает события много лет спустя. Так. Указательные места мини изменяются по родам, числам и падежам, как прилагательные. Они могут быть одиночными или не могут быть вместе с зависимым словом. Могут быть и подлежащим, могут быть сказуемым, определением и даже дополнением. Все примеры приводить не стала. Посмотрите, привела всего лишь два. Этот уже давно ушел, его не догонишь. Здесь действие ушел, кто его совершает? Этот. Если бы было этот там ребенок, этот человек, то тогда слово этот стало бы определением. Вот. Но в данном случае у нас нет существительного, поэтому указательное местоимение на себя берет его функции и выступает в роли подлежащего. Узнал все, что ему надо и был таков. В данном случае таков стоит в своей краткой форме. Однозначно будет сказуемое. Попутно скажу. Смотрите, по современным правилам, если в пределах одного предложения у нас с вами, смотрите, аж целых три местоимения. Раз, два, три, плюс еще слово «что» в роли то ли союза, то ли союзного слова. Четыре. Такое предложение считается неинформативным, слишком большое употребление заменительной части речи, именно местоимения. Поэтому будут говорить либо о бедности вашего словаря, либо будут говорить о грамматической ошибке. Будьте добры дополнить его самостоятельными, полноценными, значимыми частями речи. Так, но мы сейчас говорили про синтаксическую роль указательных местоимений. Столько употребляется чаще всего с существительным в родительном падеже единственного или множественного числа, и тогда будет подлежащим или дополнением. Столько берез выросло с тех пор, как я покинул родное село. Здесь, смотрите, действие какое выросло, а кто вырос? Столько берез. Здесь не только слово «столько» будет, а «столько берез». Даже слово «берез», несмотря на то, что находится не в именительном падеже, оно будет употребляться в словосочетании. Вот это вот единое словосочетание будет выступать в роли подлежащие. Теперь про дополнение. Я не ожидал кого чего столько звонков. Вот, и опять это будет единое словосочетание, дополнение, в котором будет стоять указательное местоимение «столько» и существительное звонков. Дальше, смотрите, еще момент, который нужно запомнить в перспективе на будущее или повторить, если вы знали, что местоимение «тот, такое, столько» – они участвуют в формировании сложноподчиненных предложений, и чаще всего они стоят в главной части. Три примера привела с каждым из местоимений, но все равно ситуация будет одна и та же. Смотрите, Виктор до сих пор помнит то место, где он с ребятами ловил раков в детстве. Это предложение сложное. Где он с ребятами ловил раков в детстве? Это предложение не самостоятельное, оно предаточное. Для того, чтобы сакцентировать внимание, где конкретно он ловил раков, вот здесь используют указательное местоимение «то», и оно однозначно будет находиться в главном предложении. То есть оно подчеркивает именно то существительное, то слово, от которого будет зависеть все дальнейшее предаточное предложение. То же самое во втором предложении. Посмотрите, такая непогода, что добрый хозяин собаку не выгонит. То есть вот к слову непогода прицепилась у нас, присоединилось предаточное предложение, а мы на нее акцентируем внимание. Такая непогода. И в этом нам помогает указательное местоимение. То же самое со словом «столько». Столько снега, сколько выпадает за месяц. И вот эта вот пара очень часто встречается в сложном подчиненном предложении. Столько чего-то, сколько там никто не видел, никто не знал там и так далее. Так, указательное местоимение могут участвовать в образовании сложнопочиненных предложений. С вопросительными предложениями. Вот здесь ушко надо держать востро. У них функция одна вроде бы простая. Но на самом деле почему-то ребята не все справляются, не все ее видят, не все их понимают и распознают. Собственно говоря, вопросительное местоимение – это те же самые местоимения, которые участвуют в образовании падежных вопросов. Ну, кто, что, кем, чем, о ком, о чем, кого, что, кому, чему. Я сейчас назвала вразнобой вопросы, но тем не менее, ориентироваться можно на них. Сюда же можно добавить слова «сколько», «чей». Вот. Они однозначно могут быть разными членами предложения, но функция у них всегда одна – сформулировать вопрос. Кто вас прислал? Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мной? Который час? Это тоже будет вопросительное местоимение. Так. Здесь все сказала про их характеристики, про их изменения, как они изменяются, это для морфологического разбора вам. Вот. С ними, в общем-то, если вы понимаете, что они участвуют в создании вопроса, тогда все, можно не говорить. Да, теперь момент. Детали, которые не всегда мы озвучиваем, хотя на самом-то деле понимаем. Кто, что чаще всего разделяются именно по одушевленности предмета, объекта, о котором мы говорим. Но иногда в речи, я не говорю, что в разговорной, нет, нет, совсем не разговорной. И иногда вот это вот сохраненное отношение, связь по одушевленности, она нарушается. Если мы говорим абстрактно, но о человеке, то мы можем употребить местоимение что? Ну, например, смотрите, такая ситуация. Ну, а сам господин Базаров, это что такое? То есть здесь его не хотят унизить, а хотят разобраться, что он из себя представляет. То есть какие признаки, какие качества ему свойственны. То есть просят его описать не по внешности, а по качеству. То есть это что за явление, что за предмет разговора или вообще предмет жизни. Никакой цели унизить здесь нет. Это, скорее всего, именно абстрактный разговор, такой возможный. Но это не значит, что мы можем каждый день так говорить. Дальше, смотрите, другая речевая ситуация. Значит, нам что-то видится, и мы формулируем вопрос. Что это? Тень или человек? Такое тоже возможно в данном случае, если мы понимаем, что предмет, который нам кажется, вроде бы как движется, вроде бы живой. Но мы все равно можем задать вопрос, что? Такое тоже возможно. То есть нарушение вот этой связи по одушевленности, они бывают. Так, какой и каковой – это вопросительное местоимение, но они отличаются друг от друга тем, что в разных стилях употребляется. Какой может употребляться? Какой может употребляться во всех стилях, вообще в принципе. Он может быть определением, он может быть сказуемым. А каковой чаще всего употребляется в краткой форме и носит однозначно книжный характер. И чаще всего в себе несет оценку происходящего события. Давайте вернемся к примерам. Какие цветы вы любите? Какой он? Вот эти вопросительные предложения. Здесь нет ни оценки. И обратите внимание, эти предложения могут стоять, что в публицистическом стиле, хотя, наверное, не очень будут соответствовать его задачи, но в стиле художественной литературы однозначно или в разговорном стиле точно могут употребляться. Теперь давайте посмотрим на слово «каков» в конкретном предложении. Каковы ваши планы? Вот это предложение в разговорном стиле уже однозначно не будет звучать. И повышенная ценность. То есть каковы ваши планы? Я уже готов их осудить. Я очень строго буду относиться к вашим планам. Понимаете? То есть вот такая строгость и повышенная к ним претензия точно есть. Вот это надо почувствовать, надо понять. Так, еще смотрите. Иногда слово «каков» и «какой» могут выходить за пределы местоимений, вступать в роли частиц. Например, «какой ужас». Здесь слово «какой» вроде бы по факту вопросительное местоимение, но здесь оно не создает вопроса. Следовательно, это уже даже не местоимение, а будет частица. «каков сынок»? Что в положительном значении, что в отрицательном значении, в зависимости, кто говорит. Если это говорят родители, то, наверное, они восхищаются. Если это говорят другие люди, оценивая сына, то не факт, что в положительном значении, может быть, и в отрицательном значении. И опять, смотрите, это слово не образует вопроса. Следовательно, тогда уже переходит в разряд частиц. Так, с вопросительными местоимениями, по-моему, все. И наступаем, переходим к следующей группе, к следующему разряду, вызывающему сложности, пока не привыкнут. Относительные местоимения, они по написанию, по произношению совпадают с вопросительными, но функция у них исключительно другая. У них функция присоединить предаточную часть сложно подчиненного предложения к главной. То есть, по факту, они соединяют два предложения между собой. Какие могут быть? Кто, что, каков, какой, который, чей, сколько или ской. Давайте сразу про примеры. Значит, смотрите, мне не сказали, кто звонил. Это сложное предложение. Не сказали, есть подлежащего, нет. Звонил, звонил, кто, кто звонил. И вот получается, что вот это вот местоимение кто, оно соединяет первое предложение и второе предложение, да, вот между собой. Поэтому оно похоже на вопросительное, но в данном случае оно не выполняет функции постановки вопроса, да, формулировки вопроса. Поэтому это не вопросительное предложение. Это будет относительное местоимение. Мы встретились с теми, кого хорошо знаем. Здесь, вот смотрите, теми. Это указательное местоимение. К нему прицепилось, получается, присоединилось предаточное предложение, кого хорошо знаем. Знаем, кого будет совпадать в данном случае. И опять, вот это слово «кого» соединяет первое предложение, первую тему «мы встретимся» и вторую тему «кого мы знаем». Поэтому это 100% у нас не вопросительное местоимение, это относительное местоимение. И вот в этом предложении оно выполняет функцию дополнения. Мы знаем, кого, кого. Поэтому в скобочках я написала, какая функция здесь будет точно подлежащая, а здесь будет дополнение. Библиотекарь отметил в списке, какие книги нуждаются в услугах переплетчика. Опять то же самое, местоимение «какие» не составляет здесь вопроса, не формулирует его, связывает два предложения между собой, поэтому это относительное местоимение. Если мы будем выяснять, каким членом предложения являются, книги «какие», то сюда задаем вопрос «определение», следует ли оно будет являться определением. Пугаться того, что у нас местоимение отвечает на вопрос и само выглядит как вопрос, наверное, не стоит, надо, пожалуй, привыкнуть, потому что сами вопросы организовываются с помощью вопросительных местоимений. И книги «какие» – это «какие» тоже будут уже вопросительные местоимения. А «какие» как ответ – это будет слово из предложения, которое мы анализируем. Итак, с относительными местоимениями. Я не могу сказать, что понятнее, но я надеюсь, что понятнее. Давайте попробуем потренироваться. Привела текст в тексте раз, два, три, четыре, пять местоимений разных разрядов. По-моему, разряды мы все вот эти разобрали. Поставьте, пожалуйста, себя на листочке или в тетрадке в столбик цифры от одного до пяти и укажите, пожалуйста, как вы понимаете, какой разряд у данных местоимений. Сейчас даже, наверное, интереснее сделать ошибку для того, чтобы ее разобрать. Потому что, да, еще одна Анастасия к нам присоединилась. Потому что, когда нет ошибок, вроде бы тогда получается, что все понятно и неинтересно. Валерия присоединилась. Ну что, смотрим ответы. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем открывать. Отыскать помогает кому? Им. Раз кому, то значит это личное. Зрение чье? Чье. Написала относительно. А, да, здесь будет относительно. Потому что птицы есть, зрение острее. С одной стороны отвечает на вопрос чье, но с другой стороны оно помогает образовать сложно подчиненное предложение. Поэтому слово чье должно быть относительно. Да, здесь относительно. Кто они? Здесь мы с вами задаем вопрос с помощью слова кто. Поэтому однозначно это вопросительно. У которых. Здесь сложное предложение, которое соединяется с помощью слова которых. Поэтому это относительно. Вручает кого? Их. Поэтому это будет личное. Да, я тоже сначала. Да, да, да. Я думала, думала. Оно протяжательным кажется на первый взгляд. Да. Зрение чье острее. Да, чье. Но оно же не указывает чье зрение. На птичье это точно почти не указывает. А если мы будем смотреть в самом предложении, то тогда у него функция получается не указать принадлежность, а функция соединить одно предложение, чтобы есть такие птицы, и зрение острее. Вот. Получается в результате, что чье вот здесь, конечно, точнее связывает простые предложения в составе сложных. Да. Даниэла, да. Я тоже думала, как-то разбирала это предложение, смотрела, крутила. Нет, все-таки относительно. Хотя я тоже так подумала первый раз. Так. Я надеюсь, что я убедила, объяснила Даниэла. Если есть вопросы еще по остальным местоимениям, которые у нас с вами здесь представлены. Вопросов нет? Тогда двигаемся дальше. У нас с вами еще будет практика, где потренируемся, потренируем свой глазик и головушку. Так. Сотрицательные местоимения. Очень люблю эти местоимения, потому что с ними все просто. С ними легко работать в плане того, в плане понимания процесса. Их легко всегда вычислить. Смотрите. Отрицательные – это значит ноль. Ноль объектов, ноль признаков, ноль количества. Мне не досталось нисколько конфет. То есть сколько по факту я получила конфет? Ноль. Значит, нисколько – это будет отрицательное местоимение. Никто не пришел. Значит, на мероприятие, на встречу кто пришел? Никто. Ноль пришли. Значит, это отрицательное. Ничего не принесли. На какую-то встречу, на какое-то занятие, куда-то нужно было что-то принести. Никто ничего не принесло. Не принес. Ноль принесли. Значит, ничего. Тоже будет отрицательное местоимение. То есть оно вычисляется логически очень легко. Запоминать, в принципе, наверное, нет необходимости. Но все равно посмотреть на то, какие формы будут, бывает. Конечно же, можно. Никто, ничто, никакой. Ни который. Редко бывает. Очень редко. Никак. Пропустила. Надо отсюда убрать. Вычеркните, пожалуйста. Потому что никак – это наречие. Отрицательное наречие. Ничей нисколько некого. Нечего. Вот. Это у нас отрицательное местоимение. Но, конечно же, не все. Так. Про это я вам уже сказала. Никто, ничто могут изменяться по падежам. Потому что, собственно говоря, вопросы падежей – это и есть те же самые слова. Никто и ничто. Вот. В разговорной форме вместо «ничто» чаще всего мы говорим «ничего». И это уже не просто тенденция и не просто допуск, а почти что правило. Видимо, в самом камяле ничего не изменилось. Ничто не изменилось. Мы даже уже произнести трудно. Ничего не изменилось. Никакой, ни который, ни чей. Раз они заменяют собой прилагательные, то, естественно, и ведут себя как прилагательные. Значит, смотрите, никто, ничто, никто будет употребляться по мужскому роду, ничто будет употребляться по среднему, а женского рода нет. И у них нет множественного числа. То есть, поэтому, говорят, они имеют ущербную категорию. Ущербный. То есть, какой-то формы проявления у них нет. Ну и поскольку, смотрите, они могут заменять и числительные, и прилагательные, да, и существительные, которые могут стоять в разных функциях, да, в разных, быть разными членами предложения, то и, соответственно, отрицательные местоимения тоже могут выполнять любую синтаксическую функцию. То есть, вы смотрите по самому предложению, задаете вопрос и определяете, каким членом предложения является это слово. Следующая группа мне тоже очень нравится. Они взаимодействуют по смыслу, по логике с отрицательными местоимениями. Да, они указывают на то, что какой-то предмет или какой-то признак есть, но на точное количество точно не укажут. Ну, смотрите, мне очень нравится такое предложение с ребятами разбирать. Некто пришел на встречу. То есть, смотрите, с точки зрения логики, получается, есть какая-то встреча, на которую должны прийти люди. Если бы никто не пришел на встречу, мы бы понимали, что тогда там ноль, да, и встреча не состоялась. А некто пришел на встречу, это значит, что кто-то пришел, то есть встреча состоялась, но кто пришел, нам неизвестно. И мы не можем охарактеризовать этого человека. То есть, кто-то такой, некто есть, но мы его не знаем. Это неопределенная история. Но я кое-что там принес. То есть, ничего не принес. Это ноль. Кое-что принес. То есть, я принес, но, во-первых, недостаточное, скорее всего, количество. Вполне вероятно, не то, что просили. Но я же не пришел с пустыми руками, да, я же что-то принес. Вот, поэтому какое-то количество есть, то есть, это не отрицательное явление, да, не ноль. И уж что и в каком количестве будем рассматривать уже, когда развернем и посмотрим то, что ты принес. Значит, смотрите, как могут образовываться. Либо с помощью приставки «не», и получившиеся местоимения пишутся слитно, поэтому вот я их подчеркнула. Некто, нечто, некоторый, некий, несколько. Могут образовываться с помощью суффиксов. Мы с вами уже говорили, когда говорили словообразование. С помощью суффиксов «то-либо-нибудь», и эти суффиксы требуют дефиса. Не тире, а дефиса. И опять, смотрите, кто-то, кто-либо, кто-нибудь и так далее. Вот, или участвует приставка «кое», она тоже требует дефиса. Кое-кто, кое-что, кое-какой. Вот, это все местоимения, которые указывают на неопределенное количество чего-то. Теперь, смотрите, вспомните, пожалуйста, мы об этом говорили, но я повторю на всякий случай, вдруг забыли. Кто-то, возможно, пойдет в кино. В данном случае кто-то, это у нас с вами неопределенное местоимение, да, по логике. То есть кто-то пойдет в кино, но количество этих людей, и кто конкретно мальчики, там, допустим, или девочки, юноши или взрослые, маленькие дети, или совсем взрослые люди, неизвестные, да. И как про количество мы не можем сказать. Поэтому это отрицательное местоимение. И вот в отрицательном местоимении то будет являться однозначным суффиксом. Другое предложение. Я-то точно не пойду. Здесь, смотрите, получается, местоимение «я», оно, да, местоимение, но оно личное. То есть оно не относится к нашему с вами разряду. Следовательно, раз это не принадлежит нашему разряду, то здесь не может быть суффиксом. И в данном случае это будет частица, которая тоже пишется через дефис. То есть как отличить, что перед вами то, это суффикс, или то, это частица. Если перед вами неопределенное местоимение или наречие, то тогда то это с вами совершенно спокойный суффикс. Если это любая другая часть речи или любой другой разряд местоимений, то значит то будет частицей. Так, некто и нечто не изменяются, а остальные изменяются точно так же, как и вопросительные предложения, которые лежат в их основе. Ну и, соответственно, посмотрите, разброс у нас большой, они изменяют и числительные, и существительные, и прилагательные. Поэтому функции в предложении у нас с вами могут быть разные. Мне хочется, чтобы мы с вами поработали практически, поэтому очень быстренько здесь. Есть местоимение «несколько» и есть наречие «несколько». Отличить их просто всегда. Местоимение «несколько» поясняют у нас именные части речи. Наречие у нас всегда поясняет глагол, в первую очередь глагол. Поэтому смотрите. При этом он несколько устал. Он устал как, в какой степени? Несколько. В данном случае несколько поясняет глагол. Значит, несколько – это наречие. Он прочитал несколько статей. В данном случае несколько. Поясняет слово «статей». Отвечает на вопрос «сколько». Значит, это будет заменять собой числительное, а числительная именная часть речи в данном случае – это местоимение. Прошло несколько тревожных дней. В данном случае поясняет опять «несколько дней». Относится к существительному. Значит, несколько – 100% у нас с вами будет местоимением. То есть нужно смотреть на то, какое слово поясняет. Итак, вы отличите местоимение «несколько» от наречия «несколько». Еще скажу, что вот местоимение «несколько» – оно все-таки будет изменяться. Нескольких тревожных дней. Нескольких дней. Возможно. Да, такой вариант возможен. Наречие однозначно у нас с вами не изменяем. А честь речи изменений не может быть. Так, правило. Простое правило. Давайте потратим минутку, но выполним. Значит, смотрите. В отрицательных и неопределенных местоимениях у нас может встречаться разная приставка. Приставка «не» – она всегда под ударением. Приставка «ни» – без ударения. Давайте сделаем следующее. Поставим номера предложения от 1 до 6. И ваша задача написать «не» или «ни». И все. Вот в четвертом придется два разных случая написать. А в шестом вот я скобочки забыла поставить. Ну, а остальные подтягиваются. Давайте смотреть. Детали еще тоже поясню. Что же там в ответах? Итак, смотрите. Ничья судьба вас более не интересует. Еще одна подсказка. Ничья, да. И без ударная. Еще, смотрите. Если у нас отрицательное сказуемое не интересует, то чаще всего у нас будет использоваться «ни». Не интересует никого. Так, добавочное. Больше ничто не тревожило друзей. Да, здесь «ни» будет безударная. Плюс еще, смотрите, у нас отрицательное сказуемое. Поэтому желательно, чтобы здесь стояло «ни». Данила, я так не проверю. Смотрите, пожалуйста, самостоятельно. Хорошо. Не надо будет сильнее сосредоточиться. Так, третье. Давайте смотреть. Нечего. Здесь приставка «ни» ударная. Вот. Четвертое. Не с кем мне поговорить. «ни» приставка «ударная». И некого послушать. Тоже приставка «ни» ударная. Поэтому «е». В Мещурском крае нет никаких особенных красот. Нужна быть буква «и». По той же самой причине. Во-первых, безударная. Кроме этого, посмотрите, у нас отрицательное сказуемое выражено словом «нет». Для усиления этого отрицания используем «ни». «Мне не на кого пенять». Это «не на кого». Приставка «ударная». Поэтому «е». Да, Даниэла одним глазом посмотрела. Да, вы молодец. Вот. Я надеюсь, что все остальные тоже молодцы. Буквально там секундочку. Напишите, у кого есть вопрос. Если нужно что-то пояснить. Если вопросов нет, то двигаемся дальше. Давайте. Пока, если нужно, вы формулируйте вопрос. Я потом вернусь. Теперь смотрите. Следующий аспект. Он достаточно простой, но периодически про него забывает. Как писать «не» и «ни» в местоимениях, в принципе. В первую очередь, в отрицательных и неопределенных. Значит, вариантов у нас с вами только два. Дефисного написания здесь не предусмотрено. Либо раздельно, либо слитно. Итак, смотрите. «Не» и «ни» со всеми местоимениями, кроме отрицательных и неопределенных, пишется всегда раздельно. То есть «ни я», «ни ты», «ни наши», «ни этот» и так далее. Других вариантов здесь не может быть. С отрицательными и неопределенными местоимениями. Смотрите. Если есть предлог, то он, собственно говоря, разрывает вот эту приставку, разделяет приставку. Мы когда говорили с вами о словообразовании, то мы как раз-таки этот момент затрагивали. Но я не буду туда возвращаться в историю. Давайте мы будем смотреть про актуальное правило сейчас. Его достаточно легко использовать. То есть при появлении предлога у нас приставка «не» перестает существовать, отходит отдельно, отделяется. И, соответственно, если у нас нет никакого предлога, то те же самые слова будут вписаться слитно. Все очень просто. Нужно быть просто внимательными. Видим предлог – реагируем. Не видим предлог – не реагируем. Я, насколько помню, приготовила «а». Да, пошла по следующему разряду. Так, определительные местоимения – это у нас с вами последний разряд. Определительные, потому что являются определением, потому что похожи на прилагательные. И раз похожи на прилагательные, то, естественно, отвечают на вопрос «какой», «какая», «какие» и так далее. То есть они по своему внешнему облику очень сильно похожи на сами прилагательные. Смотрите, весь, сам не очень похожи, а все остальные точно похожи. Всякие, каждый, любой, самый, иной, другой, многие и так далее. У них как раз таки имеется вот это окончание, как у прилагательных. Ведут себя, соответственно, точно так же, как у прилагательных. Самые-самые при склонении различаются только ударением. И начальные формы только отличаются. У всех остальных падежах друг на друга похожи. Ну и теперь, смотрите, вот местоимение сам, оно может и усиливать существительное, а может заменять его. Это был сам Пугачев. То есть это был Пугачев предложение вроде бы как понятное. А вот даже для того, чтобы придать значимости, что это был не кто иной, а именно Пугачев, тогда можно использовать местоимение сам определительное. Вот он сам стоит с винтовкой. В данном случае сам усиливает местоимение он, что он вместо себя кого-то послал, а видя или понимая ответственность происходящего, сам пришел. Хотя делает это не каждый раз. И смотрите, может иметь значение самостоятельности. То есть усеченное значение от слова самостоятельный. Он сам справился с этой работой. Вот такой вариант. Может быть, это надо понимать и помнить. Определительные, раз они прилагательные, то и функции прилагательных на себя берут. Чаще всего это определение. Определение может быть сказуемым, входить в состав составного именного сказуемого. Но в принципе, конечно, могут быть и любым другим членом предложения. Смотрите, иных вопросов, вопросов каких иных определения. По дороге какой? Другой. Однозначно определение. А вот игрушки бывают всякие. Здесь речь идет не о том, что игрушки бывают, не о наличии игрушек или отсутствии. О том, что вот они всякие, по качеству бывают всякие. И тогда вот это составное именное сказуемое. В данном случае Матвей ходил, когда ходил, каждую осенью. Не просто осенью, а вот каждую осенью он ходил. В данном случае это обстоятельства. Сам генерал будет входить в слово «сам» в подлежащее. Каждый стремится получить слово «каждый» будет здесь вообще в принципе подлежащим. И местоимение «все» в данном случае тоже будет подлежащим. Так, маленький нюанс. Смотрите, местоимения тоже могут переходить в другие части речи. Могут, во-первых, переходить в существительные. Тот сватался, успел, а тот дал промах. С одной стороны, тот – это указательное местоимение, но в данном случае они не указывают на какой-то объект, не подчеркивают его местонахождение, а заменяют собой существительное. Поэтому вот в данном случае они перешли в существительное. Игроки согласились на ничью. В данном случае ничья – это было отрицательное местоимение, но теперь у нас с вами есть такое понятие, как ничья, сыграть в ничью. Вот, то есть даже перешло в существительное. Несколько и столько указывает на какое-то количество. На улице бродило несколько куриц. Нет ни у кого столько сил, сколько у нас. Так, и последний слайд – это вариант морфологического разбора местоимения. Сначала думала разобрать после каждого разряда, указать их признаки, да. Но с другой стороны, почти в каждой группе указывала, какие морфологические признаки есть. То есть слишком и похожий был бы процесс, и одновременно много деталей, много бы места занимала. Поэтому привела разные примеры. Она разобрала, да, как вариант. И любой. Меня, понятное дело, что это будет тоже личное местоимение. А любой будет похож на слово «несколько». Поэтому взяла «любой». Посмотрите, пожалуйста. Это вариант морфологического разбора. В домашнем задании у вас в основном практическая часть. Поэтому будьте внимательны, когда будете ее выполнять. Посматривайте, пожалуйста, на теорию, которую я вам сегодня давала. Если есть вопросы, то жду вопросов. Всем остальным спасибо за внимание.